В Ишкар-Але продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ремонт пяти городских улиц будет потрачено около 300 миллионов рублей. Этим список объектов, подлежащих благоустройству и ремонту, не ограничится. За ходом дорожных работ наблюдала наша съемочная группа. Для дорожников республики наступает горячая пора. В Мариел реализуются сразу несколько проектов по ремонту дорог. Главный из них – федеральный, безопасный и качественный автомобильный дорог. Не обошел он стороной и столицу республики. Проект «Безопасные и качественные дороги». Национальный президентский проект, анонсированный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В послании и дальше реализуемый на сегодняшний день в городе Ишкар-Але. Улица Пролетарская почти 2 километра протяженностью. Цена контракта 40 с лишним миллионов рублей. На сегодня мы видим, что полностью завершено фрезерование, то есть сняли слой асфальта. Установка бордюрного карта завершается. Шли от улицы Вознесенской и на улице Перамайской должны закончить. Рассчитываем, что подрядчик уже к концу мая выйдет с нижним уровнем числа асфальта. И июнь месяц – это будет месяц активного асфальтирования. Заранее просим у горжан, конечно, извинения за причинение неудобства. Но эта улица, она действительно будет полностью капитально отремонтирована. И этот процесс, я думаю, не затянется. Ежедневно контролируем подрядчик. Всего по нацпроекту в столице капитально отремонтируют пять улиц. Уже начались работы на улице Комсомольской. Они здесь в скором времени перейдут в активную фазу. Не забывают и о ямочном ремонте, который делается за счет городского бюджета. В планах столичной администрации ремонт более 20 улиц, трех мостов и одного путепровода. Общая протяженность ремонтируемых дорог составляет 18 километров, а сумма затрат превысила 60 миллионов рублей. При этом столичные власти обязательно учитывают мнения и пожелания горожан. Отбор тех дорог, которые будут ремонтироваться по нацпроекту, идет по определенным критериям, в числе которых в том числе и учет мнения населения. Улица Пролетарская, вероятнее всего, попала в том числе потому, что на этой улице у нас расположено очень много социальных учреждений, больниц прежде всего. Улица, она действительно очень оживленная, насыщенная, транспортная отель настоящая нашего города. И все показатели, которые ставят дорогу в некий приоритет, они здесь были соблюдены. Поэтому улица Пролетарская, она заняла свое место в числе первых в ремонте безопасно-качаных дорог. Сюда же можно добавить еще и ремонт 11 пешеходных зон столицы. Все это будет сделано уже по другой федеральной программе «Комфортная городская среда». Дорожные работы вступают в активную стадию. Поэтому в конце лета жители и гости столицы смогут оценить удобство и качество преобразившихся улиц города. Продолжение следует...